Задача проекта – внести значительный вклад в социальную инфраструктуру города. Поэтому члены жюри в первую очередь смотрят на общественную значимость проекта, его актуальность, а также фактические и планируемые результаты. Сейчас очень живой отклик получил проект второй школы, потому что ребята выступают там как учителя, как реализаторы конкретной образовательной программы для людей старшего возраста. Вот что интересно. Всего нефтьюганские школьники защитили 12 проектов. Так, например, ученики первой общеобразовательной представили жюри проект «Интерес к чтению через интернет-ресурсы». Чтение было основным видом досуга. Читающих людей можно было увидеть везде – в транспорте, в читальных залах библиотек, дома. Сейчас же современные люди рассматривают свои гаджеты и полностью погружены в соцсети. Для юных нефтьюганцев команда первой школы создала уникальные книжные подборки. Отдельно для каждого возраста. Для большего интереса ребята проводили обсуждение прочитанного в самых разных формах. Начальная школа у нас прям вовлечена в литературную среду. Они постоянно читают на переменах, играют в пальчиковый театр по прочитанным произведениям. Среднее звено – они больше любят смотреть фильмы по книгам и потом сравнивать их с прочитанным произведением. К оценке проектов жюри подошло основательно. Помимо самой защиты, школьники отвечали на уточняющие вопросы. Какую роль в вашем проекте занял ваш школьный библиотекарь? Она помогала нам с выбором новых произведений, которые мы включали во время работы над проектом. Она помогала нам подбирать книги для дошкольного возраста, мы тоже работали с ребятами, которые к нам ходят в школу. Также для начальной школы, чтобы они были интересные, узнавательные, развивающие. Ученики четвертой школы обратили свое внимание на недостаток физической активности у жителей города. Мы живем в век высоких скоростей. Все вокруг динамически развивается и изменяется. Парадоксально, но проблемой века стала гиподинамия. Гиподинамия – это болезнь, возникающая при малоподвижном образе жизни. И по результатам исследования учеников четвертой школы, ею болеют до 80% подростков. Для снижения этих показателей был составлен общедоступный план тренировок. Некоторые упражнения даже продемонстрировали. Акция «Я гражданин России» в Нефтьюганске проводится с 2000 года. В этот раз образовательные учреждения представили членам жюри 12 проектов. Но только 8 из них будут отправлены на всероссийский этап.